Всем привет, народ, и нас встречает вот такое красивое солнце, потому что мы находимся над туманом, и это дополнение Farhabra. Да, тумана тут действительно нет, очень красивое небо, все-таки, ну блин, как же все-таки, Fallout красив на максимальных настройках, все-таки он красив. Не, как дела? С этим. Интерактивность, я посмотрел, ну и он подходит ко мне. В общем, я решил сегодня в кино пойти, ну, Люди Икс, все такое, поэтому... И решил немножко сыграть перед кинцом, немножечко поиграть, посмотреть, посмотреть, что же будет дальше. Нам нужно поговорить с синтами, ребята, правда тут как-то пустынно. Как я понимаю, они заняли обсерваторию, ну да, где же еще с синтетиком сидеть, как не в обсерваторию? Давайте зайдем в Акадию. То есть Акадия это не город даже, это просто одно здание. Я почему-то думал, что это будет, ну, деревушка, как Farhabra, как, собственно говоря, то, что находится. Там вот название, в принципе, логично, потому что Farhabra далекий порт, то есть, очень даже логично. Блин, где все? Что это за... Может, меня обманули, ребят? Может, тут нет, на самом деле, никого, и сигнал, не знаю, устарел. На эту гору вышел с туманом. Ясно, вот что-то пропустил, пропустил в случае, где диалог, вот это мне немножко не нравится, что так можно на диалоге пропускать с девочками, подходишь, и у тебя тут же пропуск диалога начинается. Кто вы? Вы ее похитили. Я ищу Касуми. Я ищу Касуми Накану. В самом деле, маг-то решился бы на такое путешествие, не для собственной выгоды. Валентарь, вставь хоть два слова. Касуми здесь, она живая в безопасности, вы можете повидаться с ней, если хотите. Но прежде скажите мне вот что, как вы думаете? Касуми, синт? Мы не будем отвечать на вопрос до тех пор, пока вы не начнете играть в открытую. Да кто вот такой, черт побери? Есть только один синт с пластиковым лицом и самосознанием, и я вижу его только в зеркале. Вот это вот интересно, Валентайн Давид. Ник? Не может быть. Вот этому не надо, кого вы пытаетесь надуть? Я никогда в жизни вас не видел. Пожалуйста, дай мне шанс. Я все объясню. Не зря я его взял. Не зря. Вы знаете Ника? Это шутка? В самом деле знаете Ника? Я расскажу вам то, что знаю, а дальше решайте сами. Мы были опытными образцами Ник, первыми синтами, способными независимо мыслить и выносить суждения. А еще были очень красивыми. В одном из экспериментов они изучали, как наш мозг обрабатывает черты характера, хотели выяснить, справились ли мы с уникальными чувствами, особенностями поведения. Мы позволили развиваться на основе своего опыта. А тебе они решили пересадить целую сложившуюся личность. Перенос матца характера удался только после нескольких попыток. Я видел, как ты много раз приходил в себя, не зная, кто ты. Я мог допустить, чтобы они и дальше с тобой так делали. Мы были единственными экземплярами. Я буквально видел в тебе себя. Них, ты был моим братом. Я помог тебе бежать из института. Мы ушли оттуда вместе. Если я ваш брат, то почему я об этом не знаю? Ошибаешься. Это произошло более 100 лет назад. Синты, прототипы. Объем памяти ранних моделей искусственного мозга был ограничен. А, понятно, он забыл. Нелезлый инфа. С меня хватит. Ну, нам с вами нужно об этом поговорить. Но, возможно, в другой раз. Наша цель Касуми. Не будем забывать, зачем мы здесь, Касуми, Накану. Них, можешь мне не верить. Но я так рад, что встретил тебя. Когоешь готов? Приходи поговорить. Так, теперь насчет юной Касуми. Вы должны понять, почему именно она здесь. Я расспрашиваю, считаете ли вы, что она синт? Не могли бы ответить на этот вопрос? У меня тоже мимика лица есть, что удивительно. Почему, неважно, она человек. Она человек. Она человек. И ее ждет семья. Но представьте, что будет, если это не так. Если Касуми Син, значит, у нее нет семьи и никогда не было. Подумайте о том, каково ей. Если мы относимся к этому переходу очень серьезно, она в любой момент может узнать, что вся ее предыдущая жизнь – это ложь. Что кто-то украл у нее личность и сделал ее тем, кем она не является. Я хочу, чтобы вы поняли это, прежде чем встретитесь с ней. Здесь у нее есть шанс жить, как синт, не прятаться, не притворяться. Еще один вопрос, если позволите. Вы здесь из-за Касуми, но я полагаю, что вы могли прийти сюда и по другой причине. Ну да, скажите. Вы синт? Это интересно, но нет, я не синт. Прикольно, если бы в игре можно было создать синта, а не человека, что... Не знаю, это было бы забавно. Это было бы забавно. Нелогично, но забавно. Кстати, мне нравится этот синт, этот персонаж Дима. Или Дима, я не знаю, как правильно его назвать. Может быть, потому что буковка А на конце большая. Может быть, на самом деле Дима. Или как Дюма, только Дима. В общем, интересный персонаж. Мне нравится вот этот голос, очень глубокий, старческий. Это очень... Ну не тоже старческий, а прям такой... С опытом чувствуется опыт и прочее. Ну, в общем... Мне заходит сарказм. Я хочу саркастически ответить. Нет, ты сильно прищуешься, а то в зеркале можно взглядеть кого-то еще. Когда я так делаю, ничего не меняется. Он понял, видите, ему зашел прикол. Мысль о том, что бусинт может показаться фантастической. Ну скажите, какое у вас первое воспоминание? Мы с семьей были дома, это не ваше дело. Денька, упали, бомба. Денька, упали, бомба. А более ранее воспоминаний нет. Всего один день, затем мы проснулись в одиночестве. Мы торец, скажем, все в том, что считаем правдой, да? Разно неудивительно, что воспоминания так похожи на совершенно другую реальность. Меняются люди, места, даже звуки и цвета. А может, их меняет кто-то другой. Кстати, вот это интересно, про воспоминания. Да, это правда ведь, что. Частенько то, что мы помним, отличается от реальности. Лгать не буду. Всего идутся другие объяснения. Травмы, болезни, радиация. Все они действуют на мозг. Но я обещаю вам, кем вы себя не считали, мы всегда примем вас. Где Касуми, мне все равно, я не Синт. Где Касуми? Довольно. Где Касуми, Накана? Конечно. Касуми обычно работает внизу. Можете поговорить с ней, когда захотите. Ну, в принципе, он тоже сказал. Не знаю, зачем я на него давлю. Акадия открыта для вас. Проходите, походите, познакомьтесь с теми, с кем я ее основал. Фарадеем и Чейз. Фарадеем. Вообще, что-нибудь нужно? Философ какой-то древнегреческий. Кто вы и откуда? Я из Братства. Я из Платим. Кто вы и откуда? Кто вы и откуда? Я прибыл на остров более 100 лет назад. Тогда я прятался от своих создателей. От института. Но когда я почувствовал себя безопасностью, то понял, что у меня ничего нет. Никаких запрограммировавших задач, никаких воспоминаний. Я целый год провел в пещере. Просто сидел там. И однажды мне в голову пришла мысль. Я сам могу решать, кто я и что мне делать. И с тех пор я так и делаю. Еще что-нибудь? Ну, давайте скажем, что я из Братства. Я из Братства Стали. А оно может много рассказать о синтах, о том, насколько они опасны. Мы не опасны. А те, кто нас использовал, кто пытался заменить людей нами, вот они представляют опасность. Мы хотим только одного жить в мире. Сами по себе. Смотрите сами. Походите по Акадии. Поговорите с моими синтами. Мы никому не угрожаем. На самом деле, я должен сказать, что диалоги здесь на голову выше. Я был прав. Это лучше оригинального сюжета, где диалоги были туповаты. Здесь действительно есть и очень глубокий подтекст, и даже философский подтекст. Очень нравится. Даже тут... Это не философский подтекст, а философия в чистом виде. Но очень интересно, очень интересно. Может, вы сдадите синт угрозу для людей. Дайте Акадишен. Дайте Акадишен. Хорошо. Я пока не стану выносить решение. Спасибо. Так. Я могу еще что ему для вас сделать. Ему это не понравилось? Что-то хрена ему не понравилось. Что-то за мудак такой тебе не понравилось. Ты сам синт. Расскажи мне про Акадию. Я хочу только одному собрать здесь как можно больше синтов. Дадим шанс понять, кто они на самом деле, и принять это. Если не считать этого, то мы просто хотим жить в мире. Планов о расширении у меня нет. Для нас довольны и того, что у нас есть. Ну да, куча мониторов. Еще что-нибудь. Да не, больше вопросов нет. Мне пора. Разумеется. Быть с Касуми на Кану. Это... Ты не Касуми случайно? Это Чейз. Вы шли по следу Касуми и прибыли сюда. Поразительно. Возможно, не так тихо и эффективно, как можно было бы. Но, к счастью, опасность ей не угрожала. Вы, чтобы зря проделали этот путь. Да ладно тебе. И пропустить Катайю на корабле? Да никогда. Да, по крайней мере, вы можете помечтать еще и о поездке обратно. А Катя прибежит для синтов, иначе я бы не стала помогать кому-то попасть сюда. Она же человек. Каждому синту, который я высадил, каждому синту, который я убедил прийти сюда, я говорил, что здесь ему не причинят вреда. Моя задача любой ценой, обеспечивая их безопасность. Понимаете? Как вы их находите? Как вы находитесь синтов? Вы доставляете их сюда. У меня есть сеть агентов. Некоторых я знаю еще по институту. С другими познакомилась позже. Подозрительно, подозрительно. Я знаю, какую тактику использует институт, и это дает мне преимущество. Дима вас благословил, так что, пожалуйста, устраивайтесь. Благословил? Я что-то пропустил. Я хотелось помочь вам всем. Я могу что-нибудь сделать? Вообще-то, на самом деле, да. Если вы серьезно настроены нам помочь, ну тогда я хочу попросить вас разобраться в одной ситуации. Вы уже можете представить себе, что за опасность стоится на острове. Поэтому достаточно подготовлены к этой задаче. В чем проблема? Смотря что вам нужно. Смотря что вам нужно. В связи с того, что вам от меня нужно. Логично. На вашем месте я бы тоже попытался получить как можно больше информации. Так я дико люблю, когда меня оценивают, когда, значит, все говорят, да, да, на твоем месте. И я такой, блин. Но его нигде нет. Я боюсь, что он где-то заблудился. Это просто в гиблое место. Возможно, ваши синты уже сожрали болотники. Я считаю, что это и так. Но мне бы хотелось выяснить правду. Сначала зайдите в Фархавер и поговорите с Бруксом. Он один из нас. Синт. И он встречает новичков и отправляет сюда. Брукс? Конечно, вряд ли он станет с вами разговаривать, если вы не докажете, что работаете на меня. Если он откажется вам помогать, скажите, что его код L792. Это должно его убедить. Потому что это все, что я могу сообщить. Пожалуйста, поторопите. Если этот синт сейчас один, долго он не протянет. А немножко лицом похоже на... На жену Ника. Ну, как жену, на девушку Ника. Пока там не произошло то, что произошло из сериала Grimm. Я не думаю, что это сильно важно. Да, тут дверь открылась. Это я понял. Что это за русский бот какой-то. Я знаю, можно сначала спуститься, а потом уже поговорить. Я умею обращаться с животными. Давайте пока никто не смотрит, мы с вами по-тихому вскроем терминал. Скотт-102. Ноль. Заблочился. Ну, ладно. Мы говорим с Димой, потом поговорим с уже самой Касуми. Касуми, это, по-моему... Кас... Касуми или Касуни. Это один из спутников, который отправили к Сатурну, по-моему. Там Касини... Не, Касини он назывался, не Касуми. Касини. Касини и Гюргенс. Просто мне нравится тематика космоса и прочее. Потому что... Блин, кто-то пропал уже этот... Синт. Массив, загрузка, процессор. Массив не наступен. Ясно. Показали, может, типа, да, я могу, я умею. Патрончики. Тут нет, случайно, никаких эмалированное ведро. Похоже на кастрюлю, в которой мне в детстве мой папка готовил куриный бульон. Ладно, давайте посмотрим, где у нас хоть кто-нибудь. Ну, да, телескопчик такой. Как нам спуститься ниже? Вот что мой вопрос, кстати, сейчас будет. Где спуск, где лесенка? Я же как... А, вот Фрады, давайте им поговорим потом тут. Значит, да, 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 я теперь знаю. Можем мы поговорим уже? Но я считаю, что вы нам поможете. Идея Дима стоит в том, чтобы биться за нее. Вы правы, достойное дело. Синты, как и все остальные, заслуживают права на безопасную жизнь. Я буду добряком. Рад ты слышать. Непременно сообщите об этом Димасу. Димасу. Из-за рука. Он столько вложил в этот проект. Потратил столько времени и энергии на то, чтобы помочь другим. Совсем о себе не заботился. Заботиться. Он чертов син, зачем заботиться о себе? Иногда я беспокоюсь о том, ну, если бы я не следил, я тем, чтобы все оборудование работало. Не говоря уже о ремонте конденсаторов тумана. Столько вещей, за которые нужно постоянно следить. Постойте, конденсаторы тумана? Что? Что? То есть он делает туман? Вы сами выполняете всю эту работу? Да, в общем, да. И нам и помогают. Но никто не понимает Дима так, как я. Предложить свою помощь. Если я как-то могу вам помочь, скажите. Ну, если вы действительно хотите мне помочь, то есть одно дело. Оно немного опасно, так что если вы откажетесь, я все пойму. У берега стоит корабль, на нем техника, которая нам нужна. Накопители данных. Понимаете, корабль не добрался до местного назначения, так что накопители все еще там. А им не очень пригодились бы. В крайнем случае, их можно было бы пустить на запчасти. Насколько я понимаю, корабль разбился где-то к юго-западу отсюда. Ну что, займетесь этим? А что произошло? Что произошло с кораблем? Почему он разбился? Ну, если честно, я точно не знаю. Трапперы, туманники. Это может быть кто угодно. Может, эта штука до сих пор сидит там и ждет. Понятно? Будем знать, что там туманник. Но в том, что мы уже потеряли там своих людей. Я не хочу потерять еще кого-то. Так что, вы беретесь? Ну, попросить денег? Я бесплатно не работаю, извини. Ах, да, конечно. Как я мог этому забыть? Может, 100 крышек? А может быть, да? Да, а может быть и больше. Вы же говорите, что дело может быть опасным. Если так, то 100 крышек будет маловато. Да, такая вероятность есть. Может, вы стоите на 200. Может быть, еще? Ну, бросьте, Фараде. Я хочу вам помочь. Честно. Но 200 крышек, это немного оскорбительно. О, боже, извините. Я не хотел вас обидеть. А 300 крышек не такая оскорбительная сумма. В общем, это все, что я могу вам заплатить. Все крышки. Блин, не-не-не. Я не хочу быть совсем говнюком. Я их принесу. Конечно, Фарада, я принесу вам накопители. Спасибо. Я вам очень благодарен. Поставление данных. Прикольная картинка, я пожимаю руку Синта. Ди-ка, мне дико приказывают картинкой. Так, хорошо, нам надо спуститься вниз. А, я понимаю, вот-вот спуск. Открывается в другом месте. А как я спущусь, если тут закрыт или есть другой спуск? Ну, что, давай, я хочу. Я из-под земли, да, и скажем это. Я в группе, которая помогает Синта. Ну, в подземке. Правда? Я не понимаю, зачем в группе, которая хочет погать Синтам, запугивать их, убеждать то, что лучше выгод это скрыться. Да, и добровольно соглашается на очистку памяти, если ты не знаешь, что ты Синт. Институт усложнее тебя найти национал. Я знаю, как страшна мысль о поимке, но пожертвовать тем, кто ты есть, отказаться от борьбы за свои права. Вы хотите сказать, что больше в подземке вам не нужна? Дело не в этом. Вы позволили страху ослепить вас. Какая мысль, мне в голову не приходило. Извините. Мне тоже. У вас доброе сердце, поэтому я не должен судить вас. Сам нахожусь вдали в безопасном месте. Еще что мы сделаем? А, поставить, значит, все в Аркадии Синта? Да. Это либо беглецы, которых мы нашли раньше, чем эксплуатировать институт, либо им все ли памяти мы открыли им правду. Ясно. У меня только один вопрос. Как спуститься в мать его подвал? А-а-а, нашел, нашел, ребята, нашел. Еще. Даже. Давайте уже поговорим с ней. Просто мне очень интересно. Я понимаю, что тут все персонажи как бы цепляющие. Я бы сказал, они все цепляют чем-то, но... Прибытие идеальное. Идеала Акадия. Помочь честь, помочь Фарадея, помощь Синтам Акадии. Я думаю, мы пройдем дополнение целиком. То есть все задания постараемся выполнить и открыть все важнейшие точки на карте. Это же РПГ, в этом и смысл. Ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Схема сгорела. Подождите, мы основной квест выполним. Все равно допу потом можно будет выполнять. Касуми Накана? Извините, я сейчас занята. Над чем ты работаешь? Тебе тут не место. Меня присоединят твои родители. Над чем ты работаешь? Давайте начнем издалека. Над чем ты работаешь? Да просто пытаюсь мастерить что-нибудь из довоенного хлама. Так, вы все-таки скажите. А она одета, как Элона Рипли, кстати. Тебе тут не место, Касуми. Твой дом не здесь, а в содружестве. Вы с материка? Вы же и проделали такой путь из-за меня? Ты ушла, ничего не сказ родителям. Должна была понимать, что они будут волноваться. Послушайте, мой папа с мамой. То есть, те люди, которые обо мне заботились, они видеть меня теперь не захотят, если узнают правду. А ты не китаянка. То есть, ты не японка. Ты просто шучуришься, по-моему. Что-то японцы у Бефезда, ну, извиняюсь, у студии не удались. Мне кажется, не удались японцы. Потому что как-то, я не знаю, смотрю на их такой... Это не похоже на японку. Ты не синт? Что-то на самом деле... Что-то на самом деле синт. Что-то на самом деле не их дочь. Ты синт? Да, именно. Я думаю, если я просто уйду, так будет для них лучше. Как бы я вообще им это объяснила? Я вам все это время лгала? Ваша настоящая дочь мертва, а я ее с собой подменила? Да нет, да не так. Ты запутываешься, ты никого не... Ты никого не подменял. Ты никого не подменял, Кэнзи и Рэй, твои родители. Я хотел бы в это верить. Не будь я синт, там все было бы намного проще. Акадия не такая, как я себе ее представляла. Это не просто колония. Но я не увидел, пока я накопаюсь до правды. Сколько можно бегать? Хм, это мне интересно. А что не так с Акадией? Вообще интересна ее реакция. То есть я могу понять, что у нее... Не то чтобы кризис среднего, но реально такой кризис личностный, я бы сказал. И это заметно через... Вот она пытается как-то решить свой личностный кризис, видимо из-за смерти деда. Образовалась такая, скажем так, дыра. Она пытается заполнить ее, не знаю, представляя, что она... Но я хочу отыгрывать так, что она у нас человек и должна вернуться к своим родителям. Поддерживать ее. В ее начинаниях я не буду. Разве что я узнаю что-то новое, что остается от меня передумать. А что не так с Акадией? Долго рассказывать. Мне просто надо сообразить, как бы мне... Стойте, стойте. Вы занимаетесь поиском людей не только, да? Находите ответ на вопросы. Это ваша работа, так ведь? Ну да, я снимаю иногда ответ на вопросы на улице. А если я скажу вам, что знаю про один секрет? Большой секрет здесь, на этом острове. Нечто, которое более важно, чем одна пропавшая девушка. У-у-у, так, это уже вот это одно, а? Давайте. Сестренка, на этом, может, есть много чего поважнее тебя. Можете не извить хотя пару минут? Девушка подключен ко всем этим компьютерам, так? И содержит его воспоминания. Или туда выгружаются данные из его мозга. Или, может, то и другое. Ну, Фарда просил меня кое-что отремонтировать. В общем, мне стало любопытно. Там же накопилось воспоминание за сотню лет. И вот тут-то я натос на эти данные. Ситуация, которую моделировал Дима. В одной туман поглощает Фархабору. Второй на острове подрывается ядерный заряд. И прогнозы по числу погибших. Ммм. А тут Дима только с виду открытый, да пожелательный. А на самом деле он одна что-то скрывает. Наверное, план по уничтожению всего живого на острове. Нужно разобраться. Мы должны выяснить, скрывает ли Дима что-то или нет. Так, вот это интересно. Вот это как бы оно. Ты не веряешь, Дима? Ты же ради него сюда и явилась. Я отправилась в Акадию не ради него. Я прибыла сюда, потому что мне нужны были ответы на мои вопросы. Надо было смотреть мои видео, ответы на вопросы. Теперь я обрела новый дом и не хочу его потерять. А Дима, возможно, втайне планирует все уничтожить. Предложить помощь? Помогу, чем смогу, но этих сведений мне маловато. Ну да, я пытался еще что-нибудь разузнать, но пока безуспешно. На том конце коридора лаборатория. Дима, Фарадейн и Чей сейчас туда наведываются. А когда выходят, вид у них такой, будто они о чем-то спорили. Там рядом есть кладовая. Это идеальное место, чтобы послушать их разговор. Но дверь заперта. Если я пытался взломать терминал Фарадея, ведь у них, Дима, друг от друга секретов нет, то там защита просто зверская. Я вроде как ломал его. Смотрючий, и сейчас настоящий хакер покажет мастер-класс. Как скажете? Удачи вам. Возвращайтесь, как ты что-нибудь узнаете. От одного дела к другому. У вас легкой жизни не бывает, да? Мы, по-моему, терминал Фарадея взламывали. Там ничего нет. Хотя, надо проверить. Может быть, у Кога, когда привозят припасы, это он их раскладывает. Хм, интересно, ладно. Я думаю, надо выбрать квест, который мы сейчас хотим с вами проходить. Я хочу проходить основной квест. Он, мне кажется, на данный момент самым-самым таким прям огонь. Ну и что ж, диких гулей. Прибытие, помочь Фарадею. Пока что займемся этим. А тут же, что раскрыть секрет Дима, поговорить с Дима. Давайте, все, ребят, давайте приступим к, собственно, раскрытию секретов. А это все на втором этаже, как я понимаю, да? Да, все на втором этаже, пошли. Мне, блин, дико интересно, ребят. А как вам? Мне кажется, квест дико интересный. То есть, первое впечатление, у меня сейчас просто огонь. Очень сложный. Можем без ключа открыть, в принципе. Я думаю, ничего страшного. Вроде тихо. Так. Я думаю, тут чисто на ключе замок. Мне еще кто-то, блин, я помню, говорил, посмотрю обучающее видео, потому как замки взламывать, потому что ты плохо это делаешь. Да ладно. Просто время нужно подбирать. Как бы угол, угол по подбирать. Тебя оттверждать. А, это чтобы послушать разговор, это не склад, потому что было бы слишком банально. Слишком банально. Тер-1, тер-1. Кровка со шпильками. Мешок сокрессивный яд, мешок цемента. Очищенный. Я не знаю, сейчас он мешок цемента, ребят, но я думаю, это лишний вес, но может он пригодится. Давайте сохранимся снова и спрячемся и подождем. Не знаю, что девушку зовут Чейз. Рукшите американцы с их именами. Так, пошла беседка. Нужно избежать кровопролития фархабра, дети атомы имеют право жить на этом острове, так же, как и мы. Так, пока разговор идет в хорошее русло. Мне нравится, мне нравится, Дима. Они друг друга поубивают, Дима. Это неизбежно. Мы должны выбрать, на чьей мы стороне. А мы разве уже не выбрали? Мы оставили конденсаторы вокруг фархабра. Какой же теперь нейтралитет? Мы не могли бы стоять в стороне и смотреть, как гибнут люди. Точно так же, как ты не смог сжать с детьми атом. Передать им без базового подлода была ошибкой. Ядро, как они это называют, фактически большая крепость. Их и знали из фархабра. У них странные верования, но они всегда принимали нас такими, какие мы есть. И исповедник Мартин был нам другом. Да потому что я отбитый на голову. Короче, дети атомы вне закона у нас будут. А новый исповедник дружить не хочет. Верховный исповедник Тект. Неравнешный фанатик с манией величия. И пока мы помогаем фархабру, он не перестанет нам угрожать. Ребята, давайте обсудим главную проблему. А то мы все ходим вокруг да около. Мы старые банки памяти на базе подводных лодок. Как ты мог это скрывать? Почему я узнаю об этом только сейчас, когда не пройдись в угрозу нашей безопасности? Я понимаю, теперь это выглядит опрометчивым поступком. Но тогда это был жест доверия. Я когда больше опозвался того, что они случайно активируют ДВН на охранную систему, и кто-нибудь пострадает. Я отдал детям свой старый дом. Верил им в охрану старых воспоминаний. Я думал, мы с ними будем работать сообща. Насколько надежно защиты у этих банков? Сколько времени у нас остается? И что там в них? Я уже объяснял честь. Я не знаю, что в них. Так это работает. По сути, для меня это единственный способ что-то забыть. У нас моделируют возможные, но худшие сценарии. Если мы ничего не сделаем, и ни те сведения попадут не в те руки, значит, он действительно хороший синт. Так отправь меня туда. Я оправлюсь за день. Ты шком рискованно. Они знают, что ты из Акадии. Если тебя поймают или даже просто увидят, начнется война. Надо хотя бы подготовить ее на случай, если все-таки решимся. У нас не остается других вариантов. Я считаю, надо рассказать ей. Планируем... Вы работаете над их без меня? Эта идея возникла в личной беседе, Чейс. Но мы действительно написали программу, которая позволит нам извлечь мои воспоминания. Это будет не положено обычным взлом. Она придется пробиться через старую версию моей интеллектуальной сети. Она будет считать нас нарушителями. Я записал ряд инструкций, которые помогут вам понять, как пользоваться программой. Бои с словами объяснить не получится. Это нужно видеть. Сейчас я вношу последние исправления в программу. Как закончим? Оставлю копию себя на столе. Придете и заберете ее. Забрать программу, славать банки памяти. Поняла. Надеюсь, до этого не дойдет. Мы будем наблюдать за ситуацией. Тебя отправим только в том случае, если не останется иного выбора. Да, и Дима сорвал свой нос в чужие дела. И мы не должны допустить, что воспоминание об этом нашел кто-то другой. Так, ну, значит, он хороший синт в итоге получается, да? Ну и пытаются решить свои правила с помощью насилия. Ну да, ну а как тут быть? С помощью насилия, конечно. Открыть дверь или использовать терминал, даже не знаю. Я хотел ему отдать команду, но просто с путьом можно отдавать команду. Типа там, взломать терминал за меня или типа того. Я совершенно забыл, как это делать. Я, честно, случайно иногда делал это, но... Вот как-то специально это сделать. Ладно, мы сами можем взломать. Давайте, экрипшн. Надо следить за совпадениями, но... Не всегда... Не тут часто логика отсутствует. Давайте я вот замок проще взломать. Такой ржавый. Тут проще простого взломать. Так, чуть-чуть наклоним. Слишком сильно давлю... Так, вот и... О! Тачка. Глазкоствольный. Бронь. Боевая броня для туловища. Давайте возьмём всё, что тут есть. Ничего ценного. Я понимаю, что это их склад. И, по сути, топливо для огнемёта. Нам эти батареи нужны. Так и знал, что боевой корабль у нас есть. Вот что называется, ребята. Попал на склад снаряжения. У-у-у, ядерный мини-заряд тоже пригодится. Ладно, возьмём всё-таки топливо для огнемёта. Что-то лишним оно не бывает. Лопата скучная. Операционный стол старенький. Так, э-э. Нацелиться бы психой бафаут. Возьмём. Ну что ж, пойдём, ребят. Мы с вами облутили склад. Надеюсь, меня не будут ненавидеть теперь. Излишне любопытно. Интересно, всё, терминал-то может? Да, его всё может ломануть. Я говорю, что... Я не знаю, он к двери относится, скорее всего. Поколение. Нет, что-то пока не выходит. Ну, ладушки, пойдём. Пойдём, что ли, побазарим, ребят. Побазарим. Лучше быть в безопасности, чем извиняться. Ну да, если тебе по голове ударится, что-то извинение уже не сильно тебе поможет. Правда ведь? Вот тут ещё народ. С ним поговорим. Давайте с ними сейчас поговорим. Хотя, я не знаю, может, поеду. Может быть, не сейчас. Ладно, давайте позже с ним поговорим. Хоть тут как-то с рубежищем разберёмся. Но диалогов действительно много, и мне очень интересно, действительно приятно. Участвовать во всём этом и слушать. Блин, какой у тебя трон блатной. Хе-хе-хе. Ладно. Интересный трон у нашего друга. Терминал мы уже ломали, поэтому... Потрёпанный планшет. А, вот он, программа. Фарадея. Я думаю, мы поговорить ещё можем дополнительно. Пытаться как-то ещё выжать дополнительные сведения. Ну, поговорить. Воспоминания. Я знаю, что ты оставил часть своих воспоминаний на старой базе подводных лодок. И ты боишься, что дети Атом приберут их к рукам. А вы зря времени не теряете. Я-то думал, что вы просто хотите узнать о нас побольше. Хотя, в каком-то смысле так и вышло. Может, мы оба сумеем извлечь из этого выгоду. Я не могу послать туда никого из своих людей. И дети Атомы сразу раскусят жителей Акадии. Но вы... Вы на этом острове недавно. Ну, да, кстати, это вариант. Я представлю себе ваше воспоминание, как такую здравенную глазапись, которую дети Атомы используют в качестве журнального столика. Я предлагаю, кому-то вы хотите сказать... Да, я помогу. Да. Для начала скажите, как много вам известно. У вас есть ко мне вопросы о Фархарбе, детях Атома, моих воспоминаниях? Сейчас говорим, порядочно уже известно. Воспоминания. Вы оставили там свои воспоминания? Как это? Ну, перегрузил их на диск. Поскольку я прототип, у меня объем доступной памяти ограничен. Я стал использовать банки памяти компьютера для решения своих возможностей, чтобы хватало места для новых мыслей. Некоторые самые ранние воспоминания им пришлось оставить на базе. Я думал, с детьми Атома им ничто не угрожает. И тут ошибочка. Фархавр. Значит, вы оберегаете Фархавр. Не совсем так. Они реально оставят свою независимость, но там она сползает все шире и шире, поэтому я предложил им сделку. Мы даем им устройство, и не впускающий тван в город, а Фархавр становится посредником между нами и внешним миром. Нашей безопасной гаванией местом, где можно купить припасы. Несчастье, дети Атомы считают радиоактивным тваном священным. И их противостояние с Фархавром ставит нас в неудобное положение. Ну да, это проблема. Я думаю, в итоге мы определили, что дети Атомы наши враги, и как бы против них мы сражаемся. Их можно поддержать, но блин, я не знаю, что поддержать религиозных фанатиков. Дети Атомы на этом острове. Вы им помогали? Да. Я знаю, что их вера в радиацию, как нечто божественное, это довольно своеобразно. Но кто я такой, чтобы судить? База подводных лодок служила мне домом. Пока-то они явились Мартина, его последователи, изгнанные из Фархавра за свои религиозные убеждения. Отбавляясь сюда, чтобы основать Акадию, я знал, что оставляю базу в надежных руках. Мне нужен был дом, свое место. Как и мне. Но Мартин больше нет. А его преемник Тект жаждет покойчить с жителями Фархарбора. Лучше сделать так, чтобы их поглотил туман. Ну, понятно. В общем, они враги. Я не знаю, под каким... Как можно взять и поддержать их. Наверняка это можно сделать, но... Постойте, мы не говорили с детьми Атома, ну, с одним фанатиком на улице. Вот, может быть, он расколет для нас что-то новое, этот самый Тект. Можете не продолжать. Мой план прост. Вам нужно будет проектировать фридитеатом под видом новообращенного. Попасть на их базу. В самом центре управления, где еще действуют и военные охранные системы, вы найдете в моей банке памяти. Я дам вам программу, с помощью которой вы сможете получить доступ к моим воспоминаниям. Приседите мне все, что удастся найти. Это будет не похож на обычный узлом. Вам придется пробиться через старую версию моей интеллектуальной сети, она будет считать вас с нарушителем. Я вставил ряд инструкций, которые помогут вам понять, как будет с программой. Будет с словами объяснить, не получится, это нужно видеть. Я разумею, все, что ты на картинке с котятками. Мяу. Значит, тогда даже самых врачных приедут в моей биографии, я буду вспоминать с умилением. Вот это огонь, просто это юб. Ну и серьезно, желаю удачи. Я понимаю, какому риску вы себя подвергаете ради нас. В наших же интересах, чтобы у вас все получилось. И еще пока вы здесь. Чтобы вам не пришлось сделать, не нападайте на детей атомов. Наша главная цель, мир. Если вы нападете на них, они решат, что весь мир на них ополчился. Если спаев найдет что-то подозрительное, мы вернемся. Уж это я обещаю. Ну да, ну да, ну логично, логично вернуться, если подозрительно. Ладно. Давайте спустимся к Косуми и поговорим с ней. Ну и возьмем все доп. задания у других членов этой синта общины. Потому что, мне кажется, это логично взять у них. Я не знаю, что это за просто пустая точка. Она у меня на карте уже давно висит. А, это своя метка. Удалить ее. Удалить, конечно. Хижина, Лонгфелло. Это что у нас, Океанариум? Ну прикольно. Мне хочется тут везде побывать. Потому что мы пока что с вами прошли буквально чуть-чуть. Локация не то, чтобы прям большая-большая, но довольно интересная. Наверняка на таких мелких островах пасхалочки какие-нибудь есть. Ребят, пишите в комментариях пасхалки, вконтакте. Даже лучше вконтакте пишите мне про пасхалки. С радостью их для вас открою, если они здесь есть. Оказывается, самые ранние воспоминания Дима попали в руки Детей Атома. Он боится того, что они могут там найти. Так вот, значит, почему там была тема смерти. Значит, Дима не собирался не читать остров, а боялся, что это сделают Детей Атома. Или он по-прежнему что-то скрывает. Что у этих воспоминаний есть, и он решил их бросить? Может, у них есть что-то опасное? Да, про его истинную личность. Вы можете проиграть в его воспоминания. Ну, то есть, если удастся пройти мимо Детей Атома. Моя награда. Мне же за это заплатят, да? Не волнуйтесь, день у меня есть. Кроме того, вы же узнаете все тайны, которые заключили в ранних воспоминаниях Дима. Прежде чем построить Акадию, он жил на острове почти 100 лет. Наверное, он знает, где здесь лежат сокровища, верно? Но, не то чтобы я охотник за сокровищами, но попираться вот никогда неплохо. У меня есть программа, которым стал Фараде и Дима. Она должна помочь ей проектировать базу данных. Правда? А как-то? Когда смел на мониторе, Дима был соединён со своим креслом. Я просто подключалась к нему самому. Интересно, а вам придётся подключаться к старым базам так же, как и он? С помощью какой-то связи между головой и компьютером? Наверное, так и есть. А затем программа Фараде и расшифрует мысли и данные Дима. И поможет вам обойти в защиту системы. Извините, это очень мои догадки. Просто, ну, это же интересно, да? Просто сообщите мне о том, что найдёте. Я буду следить за тем, что происходит здесь. Если эти стоят, вы стоя о том, как Дима смотрят в стену, я буду в ярости. Ну, тогда это будет значить, что у них ничего страшного. В общем, удачи. И 500 крышек. Неплохо так. Ну и опыт. Найти своё место. Это выполнено. Мы богатеем-богатеем на глазах. Лучше не вспоминать. Чё-то мне кажется, название стрёмное какое-то, спойлерное. Станционное управление дверью. Понятно. Ему нравится, когда ломают терминалы. Вот же человек, хотел сказать. Вот же синтетик любит компьютеры взламывать. Ладно, давайте поднимемся чуть-чуть наверх и побазарим с остальными членами этой дружной общины. Вообще, община, это интересно. Вот я считаю, ребята, что наш канал, это комьюнити. То есть община, вот эта концепция с общиной, довольно интересная штука. А я, кстати, вот в Европе, особенно в Англии, очень популярная идея с общинами, что люди должны собираться в какие-то общины. У нас, мне кажется, как-то меньше. У нас всё как-то все разрознены. Каждый сам за себя и всё такое. Астрон. А что вы думаете? Это вы здесь живёте, а не? Ну, по-моему, он завораживает. Это он, Стоп, опасный и красивый. Старший у нас с вами. И вот система уже не та, что была когда-то. Но она адаптирована к новым условиям. И он будет адаптироваться и дальше, когда нас уже не станет. Для нас важно, очень важно, в глубокосочной перспективе. Понять его. А затем передайте знания тем, кто придёт нам на смену. Кстати, говорят, что тут Новая Англия, получается, там в достижениях сполерится, что это Новая Англия. То есть, кто куда мы приплыли от Новая Англия. Ну, Бостон, ну да, вполне возможно, что это Новая Англия. Ээээ, пустая трата времени. Сарказм. Но если вам по душе это занятие? Да, это наполняет мой жизнь смыслом. Мне нравится, что у меня есть цель, достижение которой можно посвящать время. Должна заметить, что я не досконально разбираюсь в человеческой анатомии, но тем не менее, лучше медика вам здесь не найти. Дима хорошо к вам относится, поэтому я рад помочь вам. Мне хотелось получить вам в проведении исследований. О, это похвально. Что вы можете мне поручить? Но это монстры растёт один цветок из города Астер. Как и ты, ты тоже Астер, который прекращает себя в этих условиях. Насколько я сейчас уже не такой яркий, как раньше, ну до войны. Лично я их обожаю, но в последнее время отчаяния исследовать их химические свойства. Если вместить мне дополнительные образцы, это значительно ускорит мою работу. Если мысли об этом не очень вас привлекают, могу предложить вам жалкую сумму крышек. У меня есть цветы для вас. Извините, какая-то шутка, если вы здесь найдете цветы сразу прямых. Блин, понятно, ей нравятся цветочки. Я хочу помочь. Давай так понятно, это не те цветы. Даже. Я чё-то такой злой, а? Ты же захочешься остаться здесь навсегда после такого тёплого приёма. Вам здесь не место. Безопасность Акадии важнее всего. Если мы начнём рисковать понапрасну, утратим бдительность, то всё рухнет. Очень быстро. Если защита нужна какому-то синту, мы его примем. Мы дадим возможность жить не скрываясь, без страха. А вы на синты не похожи. Значит, вы фактор риска. Ничего личного, мы просто должны свести контакт с шажаками к минимуму. Да чё ты такой злой? Могу я тебя как-то переубедить? Просто не усложняйте нам жизнь. Значит, ты мне ничего не дашь. Ладно. Поддать, я имею в виду денег. Я имею в виду как задание. Миранда. Похоже на персонажа какой-нибудь... Она похожа на какую-то шкурницу. Давайте с ней поговорим. Жалко здесь анимации волос нету. Я очень просто люблю анимацию волос в играх. А, так ты новенькая из Содружества. Это так чудесно встретить земляка. Косой, похоже, не хочет об этом говорить. Но, как дела на родине? Вы считаете Содружество родиной? Серьёзно? Ну, конечно. А почему бы и нет? Я ведь оттуда. Я в Содружество вновь побывала там, как всё наладится. В Акадии хорошо, но я честно. Немного скучновато. Но это я заметил. Если я тут скучно, то я даже боюсь спрашивать о том, что по-вашему увлекательно. Как вы забавно рассуждаете. Уверена, что мы ещё встретимся. Берегите себя. Ладушки, аладушки, конечно, мы ещё встретимся с тобой. Држен. А ты кто? Джул, Джул. А поможет на Макс из Life is Strange, только немножко скатившуюся. Серьёзно, похоже. Слушайте, я тут всё равно мелкая с ложкой. Сейчас у меня голова раскалывается. Не лучшее время для разговора. Какая откровенность. Какая открытость. Наверняка у вас целая куча друзей. Да, я безумно страдаю от одиночества. Слушайте, давайте вам сделаю стирание памяти. Оно пройдёт неудачно. Тогда и поговорим, лады. Что? Что такое стирание памяти? Нет, я знаю, что это такое. Да чёрт побери. Вы беглый синт, вы идёте к мастеру. Да, я там новое лицо и стирает вам память, чтобы институт вас не нашёл. С моей памяти облажались, поэтому я такая. Это какая же? А теперь, пожалуйста, оставь меня в покое. А какая-то, я что-то не понял. В чём твоя проблема? Расскажи. Макс! Чёрт возьмём какие-то. Все ебанутые здесь, кроме нескольких человек. Извиняюсь за откровенность, но сейчас они ебанутые. Свечи везде горят. Ну да, со светом тут беда. Новин. Поговорим с новином. Ещё спящий чел какой-то. Главное никого не пропустить. Состояние кажется, что Акадия та ещё, дра, но многие здесь из нас ничего нет. Да, это всё не то, что я ожидал. Да, конечно, одеждой и мотком изолента можно решить любые проблемы. Знаю, знаю, Акадия положена крепость, да? Индус, кстати. Кай бежал. То понятие, что делать дальше. Я был сбит с толку, напуган. Но тогда меня зашли слухи о честь и о её работе, что она заставляет людей безопасное место, укрытие для всех синтон. И вот теперь я здесь, не знаю зачем. Вам повезло, нашли своё место в мире. Да, наверное. Просто это не то, на что я надеялся. Просто напоминать себе, что жизнь здесь лучше, чем смерть. Так, кто у нас ещё тут есть? Хоу, Коул, хватит спать, давай общаться с тобой. Базарить. О, поставьте, это не Коул, это Джоэльс дала 100 у вас. Похудел, конечно, но похож, ведь. Вы здесь тоже недавно, да? Ну, то есть я и сам тут не так давно. И сейчас, то без чести, я погиб. Оказывается, быть синтон в саджисти очень тяжело. Мне очень жаль-то слышать. Спасибо. Но это же не имеет значения. Я здесь, я в безопасности. И я отсюда не уйду. Увидимся, хорошо? Ладно, как я понимаю, больше говорить не с кем и незачем. Или же тут есть что-то полезное. Отвратительно выглядит. О, тут... А, тут есть альтернативный проход к Асуме. Ну, да ладно, ребят, давайте мы с вами отправимся, как я понимаю. Пожалуйста, можешь не виснуть? Ладно, дети атома нас живут здесь, ядро. Ну, пай, тут вода, подводная лодка. Как бы все логично. Там как бы сюда. Я просто думаю, вначале, может, основной квест, ребят, мы с вами выполним. А потом уже пойдем по допам. Уже просто будем телепортироваться, выполнять допы. Отчитываться, типа, смотри, что я сделал. Потому что основной квест очень интересен. Наверное, как-то хочется по нему идти. Это, наверное, один из редких случаев, как основной квест настолько затягивает, что хочется идти по... Хотя, блин, в Ведьмаке также, по сути, мясной квест затягивает, но как-то и допы хочется выполнять. И пытаешься как-то баланс соблюсти. Но не всегда это получается так плавно, как, собственно, хотелось бы. Ну что же, остров, пошли. Пошли, ребятки, пошли к детям атомы. Надеюсь, они меня не скушают своими атомами. Нам с вами туды. Ну, пошли туды. Препрепления тут имеются кое-какие. По-моему, на лагере, честно говоря, каких-нибудь бандитов. Винтовка со мной. Пошли. Вносливости у меня мало, поэтому бежать совсем быстро не получится. Но интересные квесты. Кстати, туман очень красивый. Посмотрите на этот вид. И двигаются облакающие. Реально. Вот, знаете, это красиво. Это красиво. Про действительно, про этот вид можно сказать, действительно, вау, это интересно. Я думаю, здесь дело в испарениях водных. То есть мы находимся у воды, соответственно, тут и... И тут болотистое место, и, соответственно, испарений здесь много. Соответственно, у нас тут туман. А учитывая, что вода радиоактивная, и туман получается соответствующий. Так, эх, застряли. Так, эх, застряли. Да, и в тумане здесь лунная бартышка джинглс. Так, а мы взяли астры. Давайте поскорее пройдем. Это радиация. Но в моем костюме она не особо вредная. Ой. А я там с ним дерутся? О, черт, давайте поможем хотя бы. Каликовый яугай. Давайте попытаемся по разу в голову вмазать ему. А, листва. Я вообще ничего не вижу, ребят. Как Resident Evil. С собаками вначале. Так, здесь явно нужно что-то еще. Тихо, тихо. Еще и удильщик. Мне кажется, что я в неврай попал. Блин, а, бежали. Хорошо, удильщик повержен. А где, собственно, Валентайн? Это рыбка плавает радиоактивно. Ну что, с рыбками я тусить не хочу. Валентайн, кстати, справился вроде. Пойдем здесь. Что у нас есть из эффективного оружия? Моего карабин. Посмотрим, как он справится. Это не самое мощное оружие, но, в принципе, неплохое. Цена про довольно тоже неплоха для дальнего боя. С хорошим... Если хорошо целится. Я понимаю, дети атомы здесь же вот. Ну-ка. Трапевт по умолчанию злых, так что их можно вальнуть. Так, э-э-э, иди. Ну-ка. Попадание. Это прям в колено, так. Где траппер? Вижу огонь от... Вижу вспышку, но не вижу выстрела. У меня стреляющего. Голова. Чисто? Попытаться спуститься можно. Пещера Пайн Крест. Чу-чу-чу-чу. Вот. Так, где против... О, траппер. На самом деле, мне очень нравится отстреливать. Перестрелки в фалл-ауте, я думаю, это, по-моему, все-таки лучшее что-то получилось. Ну, и действительно сливаются на фоне. Тут как бы построить кого-то крайне трудно. Я имею в виду так вот, сходу. Потому что тут все сливается с фоном обычным. Ну-ка. Коробочка с припасами. О, люди иксапокалипсис. На самом деле, очень хочу пойти. Прям жду не дождусь, ребята. Это, наверное, один из первых... Не первый случай, но давно я так вот. Я бы не ходил чуть позже. Например, обычно я стараюсь, когда такой фильм выходит, сразу пойти. Там, не знаю, даже ночью. Потому что... Ну, хочется, хочется поскорее. Прийти, я думаю, всем понятное чувство. Это кто, интересно, смеялся-то там. Приготовление пищи. Давайте приготовим пищу, если есть что готовить. Я не знаю, по крайней мере, где он. Пока идет бой. Ну, где он? Где-то там, в туннеле что ли? Тут уже туннеле есть. Я думаю, что я могу пойти. 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 К тому же я без костюма. Радиация маленькая, Нейси. Блин, я не знаю, где он. Может, заготовка и... Не обломится в таком случае. Черт! Вот ты... Ковнюк. Где у нас... Костерок. Вареный удильщик. Реальный болотник. Поэтому я и... Поздавая соленой воды. О, мне дали достижения за то, что... Я приготовил себе... Вкусные напитки, супы. Зародоление. Что же, мы с вами, ребята, стали поварами. Поварами в костюме... Автоматрона. Наверное, забавно. Ну, ладно, ребят, все. Погружаемся в костюмчик. И пошли на дело. ФПС тут, кстати, до 40 поседает. Но давайте отправимся. И... Клюк для мяса. По-моему, клюком для мяса драться можно. Потому что, может, был смысл подобрать. Ладно. Пошли. Патрон. Оружие нам, по сути, не нужно. У нас довольно неплохое оружие. Я не думаю, что я какому-то прям... Убер оружие, учитывая урон, который они мне наносят. Почти пришли. Почти там. Ну, интересно. Знаете, я бы хотел плавать в Америке. В таком тумане. Мне кажется, это романтично и интересно. Мне кажется, снимать в таком тумане что-либо очень крутой. Блок в тумане. С репой волкой. Я думаю, если выставить ему в голову, он успокоится. Шаги, по-моему, нет. Чисто. Чисто и тихо. Немножко осталось. Там пещера, конечно. То есть, как я понимаю, там может... Если обозначается как пещера, может там войти внутрь можно как-то, но... Мне интересно пока что именно Дети Атома. По-моему, крупных квестов с ними не было в основной сюжетной кампании. Кстати, крапли дождя крутые на экране. По сути, на нашей масочке. В итоге, мы все равно его встретили. Блин, плюется. Блин, их все больше. Или они между собой дерутся? Что-то сразу и не поймешь. О, это тот самый туманек. А сейчас, например, запакостный. У нас как бы небогатый выбор оружия, на самом деле. Помповый дробовик пригодился. С огромной, блин, иглой. Меня пугает этот туманек. Он похож на огромного скорпиона. Или врача в больнице с огромной иголкой. Какая-то кровь из вены берут. А, как же я давно не был в больничке. Не напоминай мне о ней. Я только начал радоваться. Что, по-моему, что-то сдохло. А, это акула сдохла. Блин, был бы я акулой, хотел бы я тут умереть. Можете дальше драться между собой? Ребят, чего вы меня-то вмешиваете? Ладно, бьем туманек. Он, по-моему, более противный. Вообще, прикольно, как тут твари между собой дерутся. Надо было грены вообще закидать их. Но, ладно. И мясо надо взять, а эти мясо. Ну, ядерный материал, наверное, не будет. Да, реально здесь вот такие твари. Вообще, я думаю, любую игру можно расширять так долго. Тот же Fallout, да, здесь сделали одно DLC. Но, в принципе, мне кажется, любую игру, того же Ведьмака, можно было бы сильно расширить. Но, для того же Skyrim, можно было бы доп. область сделать. Хотя, в Skyrim так получилось. Они же, Bethesda, любят расширять области. Хотя, я бы сказал, к Нью-Вегасу очень сильно расширить. Там ведь тоже мы в штат новый попадали. Там из одного, по-моему, в Юту мы попадали. Из Аризоны или типа того. Я точно не помню. Из какого штата в какой. Но, помню, что мы куда-то, откуда-то попадали. Риктор, не надо, не делай этого. Я тебя, я великий зелот. А твоя верность вызывает сомнения. Вы должны наказать свою веру. Один из вас сможет вернуться в семью. Что же, ребят, а что происходит, мы узнаем с вами в следующей серии. Довольно интересное DLC. Очень, да, очень захватывающие диалоги. Даже добавить нечего. Просто слушаешь и слушаешь, как книгу читаешь. В общем, спасибо за просмотр, ребята. Можете ставить лайки. Подписываться. Напишите, если вы новичок. А также делайте репостики в ВК, чтобы ваши друзья узнали об этом потрясающем DLC. И это все идет на пользу. Пока, ребята. И до следующей серии.